Казахстан закупит дополнительные 100 тысяч тонн дизельного топлива в России. Об этом сегодня заявили в Министерстве энергетики. При этом открыто дефицит солярки чиновники не признают. Заверяют лишь, что сделка была запланирована ранее. При этом в Министерстве обещают сдерживать цены на топливо до конца года. Вот только аналитики такой стратегии правительства остались недовольны. Чего опасаются эксперты, расскажет наш столичный корреспондент Кира Канеболодская. То, что Казахстану не хватает собственной солярки, в Минэнерго не признают. При этом несколько партий дизеля уже закупили в России. Министр Апчелаков утверждает, поставки эти были запланированы заранее. Поэтому о дефиците горюче-смазочных материалов в стране речи не идет. Общий ток до 100 тысяч тонн. И однозначно, что этот объем из Российской Федерации. У нас ближайших поставщиков в таком количестве дизельного топлива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов. И это уже предусмотрено было изначально. Такая возможность импортирования российского дизельного топлива в случае необходимости. Так же, как и авиационного керосина. Ожидаем первую партию импортного дизельного топлива. А вот меняться стоимость горюче-смазочных материалов не будет до конца года. Обещают правительстве. Автолюбители и аграрии будут покупать топливо по старым ценам. И недавно введенному дифференцированному тарифу. Но экономисты таким мерам не особо рады. Они говорят, что при искусственном сдерживании страна получит мощный рост цен на горюче-смазочные материалы уже в ближайшее время. Казахстанцам стоит готовиться морально. И главное – материально. Цена должна вырасти, конечно. Она все равно вырастет. Мы никуда от этого не денемся. В начале года мы прогнозировали, что цена за дизельный топливо будет 450-500 тенге. И это более-менее реальная цена, которая балансирует с другими странами и не позволит вывозить топливо. Но пока решать вопрос нехватки топлива казахстанские власти планируют собственными силами. По крайней мере, председатель правления Казмуной Газа настроен решительно. Несмотря на объявленный президентом выговор, покидать свое место Мирзагалиев не намерен. Напротив, планируют усиленно работать и довести мощность нефтеперерабатывающих заводов с 14 до 17 миллионов тонн в год. Сначала надо решить вопрос нехватка дизельного топлива в стране. Для меня сейчас этот момент в приоритете. Чтобы избежать дефицита в сезон, власти приняли и другое решение. Перенести плановый ремонт двух отечественных нефтеперерабатывающих заводов на конец года и на начало следующего. На этот раз на ремонт встанут от Ирауски и Шемкенские заводы.